здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала про цветок с вами я пашкевич анна из этого видео вы узнаете как получить низкую и крепкую рассаду огурцов сегодня мне помогают растения рассада огурцов которые являются примером того как не следует растить рассаду огурцов первое наверное самое основное это хороший посевной материал существуют сортовые и гибридные семена и те и другие по-своему хороши на что же стоит обратить внимание при выборе семян это на их посевные качества которые как правило будут написаны на обратной стороне упаковки также обратите внимание на то обработаны семена или нет лучше конечно отдавать предпочтение обработанным семенам которые будут иметь яркую выраженную окраску оболочки она может быть розовая оранжевая зеленая и другого цвета если вы собираете семена самостоятельно то не удивляйтесь когда семена на следующий год будут слабо прорастать огурцы как и все тыквенные культуры лучше прорастают на второй год от момента сбора семян второй и немаловажный момент это оптимальные сроки высева семян на рассаду как правило оптимальный возраст переноса рассады в грунт является 15-30 дней в зависимости от срока созревания культуры или два настоящих листа на рассаде о том какого срока созревания ваши огурцы будет написано на пакете торопиться с высевом семян нет необходимости как правило устойчивое тепло подходящее для выращивания огурцов приходится где-то на середину мая поэтому на рассаду мы будем высевать семена от середины апреля до начала мая третий момент это размер посевной емкости он должен быть соответствующий или оптимальный огурцы относятся к тем культурам которые крайне неблагоприятно отзываются на пересадку или повреждение корневой системы поэтому или мы сразу высеваем огурцы в соответствующую емкость подходящего размера или увеличиваем площадь питания но не пересадкой а перевалкой если мы будем с вами выращивать семена через рассаду на протяжении двух недель то для этого будет достаточно емкости объемом 100-150 миллилитров если наша рассада в грунт отправится через три недели то следует подыскать емкость 200-250 миллилитров объемом если мы планируем выращивать рассаду на протяжении месяца то и емкость будем брать объемом 350-400 миллилитров четвертое правило которое позволит вам получать крепкую и низкую рассаду это поддержание оптимальной температуры на момент всхода семян которая протекает первые 2-3 дня температура в почве должна быть на уровне 25 градусов оптимальная температура для роста и развития растений днем составляет порядка 20-22 градусов ночью температуру нужно держать на 3-4 градуса ниже если у нас и дневная и ночная температуры будут одинаковые то ночью растения будут вынуждены не закладывать будущий урожай а тратить свои продукты фотосинтеза накопленные днем на процессы дыхания вытягивания растений что крайне нежелательно пятое правило также относится к особенности микроклимата а конкретно к условиям освещения для развития рассада огурцов должна быть длина светового периода не менее 14 часов также в первые три дня от момента всходов необходимо их досвечивать круглосуточно для того чтобы рассада была приземистая и крепкая шестой и завершающий пункт наших правил это оптимальный субстрат огурцы любят хорошо поесть также для них важно наличие соответствующей влажности которая должна быть порядка 70 процентов и хорошая воздухопроницаемость поэтому готовим питательный грунт который будет хорошо и удерживать влагу и отдавать влагу и также который будет хорошо аэрироваться при подготовке питательной смеси в которой будем выращивать рассаду к торфу необходимо добавлять разрыхлители типа перлит фермикулит влагоудерживающие компоненты по типу циолита также необходимо не забывать о добавлении например биогумуса который будет обеспечивать оптимальное питание наших будущих растений уверена что эти несложные шесть правил помогут получать вам низкую крепкую рассаду огурцов на этом я с вами прощаюсь всего доброго оставайтесь на канале про цветок